Енот-полоскун были заведены на территорию Евразии с целью получения пушнины. Енот-полоскун здесь как раз он представлен. Достаточно обычный для североамериканского континента вид, который населяет территорию от Южной Канады до Центральной Америки на всем протяжении своего ареала. Енот-полоскун показывает себя как вид очень пластичный, поскольку он занимает широкий спектр экологических ниш, питается самыми разнообразными какими-то компонентами растительно-животного происхождения. Это фрукты, плоды, насекомые, их личинки, какие-то другие бесплывоночные. Все представители семейства енотовы, а их насчитывается около полутора десятков видов, достаточно некрупные млекопитающие, которые питаются как растительной, так и животной пищей. К тому же в последнее время наблюдается тенденция адаптации енота-полоскуна к жизни по соседству с человеком. Животное идет в населенные пункты, где находит себе укрытие и дополнительные источники пищи, например, пищевые остатки. У этих юрких хищников отлично развиты органы чувств. Так, даже не притронувшись к предмету, зверек может многое узнать о нем при помощи чувствительных длинных жестких волос. Они расположены у него по всему телу, на морде, между когтями, на животе, на груди. Еще больше данных к еноту поступает через подушечки, которые находятся на его передних лапах. Они очень гибкие, имеют длинные пальцы, чувствительные подушечки пальцев. Интересно, что на них даже имеется популярный узор. Вот эта чувствительность передней конечности енота позволяет им активно добывать себе пищу путем обшаривания каких-то укромных мест, каких-то мелких норок, ямок. Кроме того, енот-полоскун и его шародня с удовольствием ищут пищу на дне мелких водоемов, то есть обшаривают какие-то камни, укрытия, что позволяет даже не видеть свою добычу, находить ее на ощупь. Многие люди путают енота и енотовидную собаку. Так в чем же их различие? Дело в том, что животные принадлежат к разным семействам хищников. Енот-полоскун относится к семейству енотовый, а вот енотовидная собака – ближайший родственник наших лиц и волков, то есть представитель семейства псовых. Они похожи достаточно отдаленно, поскольку енотовидная собака обладает так же, как и енот, густым пушистым шерстяным покровом, и на мордочке этого животного имеется темная маска, отсюда весьма отдаленное сходство с енотом-полоскуном. Но на самом деле это совершенно разное животное, то есть если енот-полоскун, он активно перемещается не только по земле, но и по деревьям, хорошо лазает, то енотовидная собака – это сугубо наземное животное, которое к лазованию абсолютно не приспособлено, поскольку имеет совершенно другое строение комичества. На территории России еноты-полоскуны хорошо освоили западные и восточные регионы Северного Кавказа, где превратились в опасный инвазионный вид, угрожающий местной флоре и фауне. Это связано с тем, что животные активно поедают местные виды амфибий и рептилий, которые находятся на грани вымирания. Алина Красильникова, Универньюс.